Приехавшие из Украины живут сейчас под охраной в здании интерната. Полицейские категоричны, никаких посторонних. А журналистам, которых сюда наконец-то допустили, не дают и шага ступить без разрешения. Чиновники стараются всё контролировать. Внутрь здания не пройти. Семья Сахно вышла на улицу. Лариса и Андрей с детьми бежали из города Красный партизан в Луганской области. Два дня провели в палаточном городе. Потом прилетели военным самолётом в Липецк. Даже одежду только детям взяли. Ездили по улицам, где мы живём, по улицам. Семейство – третий день в центре временного проживания. И здесь отходят от ужаса. Хормят хорошо. Горячая вода. За детками всё. И милики, и занялись. С детками все занимаются. Кружки. Сегодня играли нам на фортепиано, на гитаре. Деткам очень интересно. Много игрушек. Ирина тоже из Красного партизана. Она здесь аж с 20 родственниками. Сейчас думают, как жить дальше. Работу предлагают. Пока предлагают, но пока ещё из наших никто никуда не устроился. Почему-то. А почему? Проблемы или как? Ну, пока документы вот эти все всякие оформятся. Пока же анализы у нас все пособирали. Вот это пока всё приготовится. Сотрудница центра занятости Юрия Косовских дежурит здесь уже несколько дней. Но больше занимается разъяснительной работой. Мы даём информацию о вакансиях имеющихся. Вакансий у нас много. Предприятия города готовы принять людей. Многие предприятия проявили инициативу и сами звонят в центры занятости с готовностью этих людей принять, обучить. Некоторые даже говорят о том, что могут поддержать материально людей на сегодняшний день. Есть уже люди трудоустроенные на предприятиях города. Таких единицы пока. Сегодня украинцев посетило высокое начальство. Из Москвы приехал заместитель полномочного представителя президента. Встречались с беженцами за закрытыми дверями. А потом чиновники даже сфотографировались на фоне центра. Чтобы посмотрели пункты временного содержания, чтобы всё было в порядке. Если есть какие-то вопросы, обязательно сообщили в центр. Естественно, вопросы появляются, надо их решать. Здесь сейчас 81 человек. Но в каких условиях они живут, журналистам так и не дали посмотреть. У вас была возможность, выходили люди, вы поговорили. Татьяна Ермишина, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.